Добрый день, уважаемые слушатели и зрители нашей программы. У микрофона Владимир Сметанин. Сегодняшняя передача у нас будет посвящена здоровью. Я приветствую в нашей студии Наталью Исупову, врача-ревматолога высшей категории. Наталья, добрый день. Добрый день. Давайте напомним, что лечит врач-ревматологи и с какими симптомами нужно обращаться именно к вам, а не к другому специалисту. Если мы возьмем все ситуации, все заболевания, с которыми пациент может попасть на прием к врачу-ревматологу, то получится 4 больших блока. Первый блок – это будет дегенеративное заболевание суставов и позвоночника, а также воспалительное заболевание суставов. Тут можно отметить, что все-таки остеохондроз – это сфера деятельности неврологов. Иногда здесь очень часто путают. Это будет первый большой блок. Второй блок – это будут так называемые системные заболевания садительной ткани, очень непонятные заболевания для большинства наших пациентов. Это, например, системная красная волчанка, болезнь шегрена, дерматополи миозид, другие… Специфические названия такие. Специфические, да. И системные воскулиты. Третьим блоком будет ревматология, можно так сказать, мягких тканей, малоревматологии. Это поражения как посттравматические, либо постнагрузочные, структур окружающих суставов, связок, сухожилий, околосуставных сумок, когда развиваются бурситы, тендиниты, теносиновиты. Очень часто с данными ситуациями пациенты обращаются к ревматологам, хотя они могут попасть также и к хирургам, и к травматологам. Но, не зная, к кому обратиться, они могут попасть и к нам, и мы успешно с данными ситуациями также справляемся. Правда ли, что пациент зачастую проходит несколько специалистов, а потом уже к вам попадает? Да. Кстати, это очень частая ситуация, когда ревматолог является уже вторым или третьим специалистом узким у пациента, когда до этого ни один врач не смог поставить правильный диагноз либо назначить лечение, которое ему бы помогло. То есть получается ситуация, что врач-ревматолог – это врач сложного случая, непонятного случая. И вот это как раз будет та четвертая ситуация, по которой пациент попадает к нам, когда с пациентом ничего не понятно. Не ясен диагноз, симптоматическая картина не укладывается в какие-то стандартные рамки. И снова оговорюсь, что назначенное лечение ранее не помогает. И вот тут уже задача врача-ревматолога – поставить правильный диагноз и назначить адекватную терапию. Ну, так или иначе, пациенты к вам приходят с болью? Чаще всего. Все случаи обращения или не все? Ну, чаще всего, да? Самая частая жалоба – это на боль в области суставов либо позвоночника. То есть, на самом деле, болевой синдром. Почему вы решили, Наталья, посвятить себя именно этой специализации? Ваше образование? Какой профессиональный путь вы прошли к настоящему моменту? Я закончила нашу Кировскую медицинскую академию. В тот момент она называлась именно так. В 2009 году проходила специализацию по ревматологии на базе областной больницы у профессора Бориса Федоровича Немцова. И после специализации сразу же начала работать врачом-ревматологом в отделении. На тот момент больница называлась Горобольница номер 6 Лепси. Врачом-ревматологом ревматологического отделения. Поскольку наше отделение в 2013 году сократили, я ушла на поликлинический прием. Желание стать врачом-ревматологом возникло еще в студенческие годы на курсе 4-5 после цикла ревматологии. Что вас зацепило именно в этой теме? Ревматология была тем циклом, которым пугали нас старшекурсники. Что невозможно запомнить, невозможно понять, какие симптомы, какие болезни, какие диагнозы, схемы терапии. И именно когда она преподаватель на цикле начала объяснять схемы терапии ревматических заболеваний, как раз они и зацепили меня. Зацепили меня тем, что они были необычными. Например, если мы возьмем ту же гипертоническую болезнь, бронхиальную астму, язвенную болезнь, схемы стандартные. Пейте по одной таблетке два раза в день, ежедневно, постоянно, длительно. И будете чувствовать себя хорошо. А в ревматологии все оказалось не так. Один препарат назначается в виде инъекций один раз в неделю, другой препарат мы назначаем пациенту по насыщающей схеме, другой препарат вводится в виде капельниц раз в месяц. И именно вот эта необычность, то, что стало сложно, то, что стало необычно, как говорится в одном фильме, значит, хорошие сапоги нужно брать. В общем, он такой врач-детектив, который по крупинке, поэтапно исследует, назначает лечение. В общем, не все так просто. То есть сначала попробуй поставить правильный диагноз, а еще потом подбери терапию. Наиболее частые проблемы, Наталья, с которыми к вам обращаются пациенты, с чем связано? Что беспокоит? Самая частая жалоба на приеме у врача-ревматолога – это жалобы на суставы. Суставы любые, верхние конечности, нижние, позвоночники и так далее. Любые, совершенно мелкие суставы кистей, так называемые мелкие суставы кистей, мелкие суставы стоп, крупные суставы, в том числе и позвоночник. Боли в области суставов, так называемые стартовые боли, когда больно сделать первый шаг – пойти после ночного сна, либо после периода длительного отдыха. Боли после физической нагрузки, которые уже возникают. Также припухлость, отек, отечность в области суставов, изменение кожных покровов. Когда пациент отмечает, что форма сустава изменилась, то есть они стали деформированными. И также отмечают ограничение объема движения в суставах. Почему именно эти недуги возникают чаще всего? Если мы берем поражение суставов, то самый частый диагноз на наших приемах – это все-таки остеоартроз, по-современному остеоартрит. Это, конечно же, состояние, которое чаще всего возникает у более старшего поколения. Если мы возьмем статистику, то примерно 75% нашего населения старше 60 лет имеет ту или иную стадию артроза, в том числе и крупных суставов. Если мы берем более молодое население, то поражение суставов чаще всего здесь носит либо посттравматический, либо постнагрузочный характер. Наталья, скажите, с чего начинается обычно общение с пациентом? Надо ли к вам приходить с определенным набором анализов? Важный вопрос. Очень важный вопрос, очень хороший вопрос. Вообще осмотр пациента, общение пациента начинается с того момента, как он заходит к нам в кабинет. Это касается не только врачей-ревматологов, но и врачей любых других специальностей. Мы обращаем внимание на то, как пациент заходит, как он идет, один он идет, либо ему помогают, хромает, как он садится, как он раздевается перед осмотром, нужна ли ему при этом помощь. Первое, главное два вопроса, которые мы задаем, это, первое, что беспокоит вас на сегодняшний момент, какие есть жалобы. Что болит у вас. Что болит, при каких условиях болит, что провоцирует боль, что снимает боли. И второй вопрос, когда данные жалобы возникли впервые, как они развивались, как они изменялись, принимал ли пациент какие-либо препараты и был ли от этого эффект. После сбора жалоб и анамнеза мы переходим к сбору так называемого анамнеза жизни. Мы уточняем у пациента, какие у него есть хронические заболевания, какие он перенес в прошлом, возможно, операции или инфекции. И обязательно уточняем, болел ли кто-либо из ближайших родственников каким-либо ревматическим заболеванием. То есть наследственность играет большую роль. Огромное значение имеет наличие наследственного анамнеза. Что касается диагностики заболеваний, какими инструментами вы вообще, в принципе, обладаете? И я прекрасно знаю о том, что вы еще и высококолосный специалист по ультразвуковой терапии, да, и прошли соответствующее обучение. Да, у меня есть вторая специальность. Я не только врач-ревматолог, но и врач ультразвуковой диагностики. Всегда уточняю, что специализируюсь именно на УЗИ суставов. Если мы берем дальнейшее обследование пациента, то это будет по показаниям при необходимости лабораторные исследования и инструментальные. Если мы возьмем анализы, то нет большой необходимости перед приемом, особенно первичным приемом врача, сдавать какие-либо анализы. То есть пациент может прийти совершенно без обследований, и все, что будет необходимо, ему будет назначено после осмотра. Если мы берем инструментальные методы исследования, то это чаще всего у нас для оценки состояния опорно-двигательного аппарата рентгенография, КТ по показаниям, ультразвуковое исследование и МРТ. Очень часто пациенты спрашивают, нужно ли пройти МРТ перед приемом, чтобы, мол, вы все про меня уже знали. Нет необходимости проходить МРТ до приема. МРТ назначается строго по показаниям. Во-первых, это не только дорогостоящие исследования и длительные, но оно и не всегда бывает нужно. Порой достаточно бывает провести УЗИ суставов для постановки правильного диагноза. Вы направляете дополнительно на УЗИ пациентов или есть возможность прямо у вас на приеме эту процедуру осуществить? Если есть показания к проведению УЗИ суставов, то своим пациентам я УЗИ провожу прямо во время приема. Очень удобно. Что очень удобно. То есть прямо здесь. Да, что ему не нужно записываться дополнительно на УЗИ и уже с результатами исследования приходить ко мне за рекомендациями по лечению. Ну и вот уже плавно переходим к лечению. В чем заключается обычно суть лечения ревматических заболеваний и насколько важно не прерывать курс, то есть доводить дело начатое до конца? Большинство, подавляющее большинство ревматических заболеваний все-таки хронические заболевания. Так просто от них не отделаться, к сожалению. Да, надеяться на самоизлечение. Нам не приходится, что отмечают все ревматологи во всем мире. Поэтому для достижения ремиссии пациенту все-таки придется принимать тот или иной препарат на постоянной основе в течение длительного времени и, возможно, даже пожизненно. Чем опасно отсутствие лечения? Да, не лечить вообще. Не лечить вообще. Или недолечивать. Либо прерывать лечение, которое было начато до этого. Первое – это наличие обострений, наличие частых обострений. Тут, я думаю, все понятно. Второе – это возможность развития осложнений заболевания. Третье – это прогрессирование заболевания. И четвертое, что мы боимся больше всего – это наличие тяжелого течения, то есть такого агрессивного течения того или иного ремиссии. С серьезной болью. С болью и с развитием уже поражения внутренних органов, то есть других систем и деструкции суставов, то есть разрушения суставов. Правда ли, что у нас у всех такая велика достаточно вероятность столкнуться с ревматическим заболеванием? И правда ли, что возраст – это основной фактор, приводящий как раз к развитию таких недугов? Если мы возьмем остеоартроз, по-современному остеоартрит, приходится оговариваться, чтобы нас понимали и профессоры, и наши люди, наши пациенты, то, конечно, вероятность развития остеоартроза увеличивается с возрастом. По статистике, практически 75% нашего населения старше 60 лет имеют артроз в той или иной стадии тех или иных суставов. Если же мы берем аутоиммунные воспалительные заболевания суставов, то здесь возраст совершенно не повод получить данное заболевание. Не основной фактор возраста. Пик заболеваемости аутоиммунными артритами приходится на самый трудоспособный возраст от 25 до 40 лет. И мужчины, и женщины? И мужчины, и женщины, вне зависимости от пола, тем же ревматоидным артритом можно заболеть как в 2 года, так и в 82 года. Например, та же самая системная красная волчанка – это болезнь молодых девушек в возрасте 20-30 лет. Для молодых людей в возрасте 30-40 – это, конечно же, болезнь Бехтерева. Профилактика тут какая-то возможна? Образ жизни нужно вести какой-то особенный, чтобы не допустить развития этих заболеваний? Если мы возьмем национальное руководство по ревматологии и будем пролистывать все аутоиммунные заболевания, то мы увидим в конце, что специфической профилактики не разработано. То есть ее нет в принципе совсем. Ее нет вовсе. Это связано с тем, что причины аутоиммунных заболеваний до сих пор не ясны. Соответственно, и профилактику специфическую разработать пока не представляется возможным. Но мы понимаем, что у большинства заболеваний есть генетическая предрасположенность. Чтобы снизить вероятность развития того или иного заболевания, мы должны, как врачи, у пациента создать такие условия, чтобы эти гены не имели возможности реализоваться в виде развития заболевания. А именно рекомендовать отказаться от курения, избегать травм суставов, позвоночника, избегать чрезмерных физических нагрузок, особенно осевых, особенно если это касается суставов нижних конечностей, либо позвоночника, контролировать массу тела, избегать чрезмерных эмоциональных переживаний, стрессов. То есть мы создадим те условия, которые не дадут болезни развиться, даже если генетическая предрасположенность имеется у пациента. Наталья, вы в последнее время активно ведете социальные сети, общаетесь с пациентами, отвечаете на вопросы, у вас есть собственный YouTube-канал. Как решились именно на этот род деятельности, такой не слишком типичный для врача? Расскажите, трудно ли было? Так, решилась я в апреле этого года, 2023-го, завела свой YouTube-канал, создала сообщество ВКонтакте. Прям Наталью Исупову, можно легко найти. Да, можно найти. Если мы возьмем в целом деятельность медицинских работников, как медсестер, так и врачей любых специальностей, то одной из функций у нас является проведение просветительской деятельности, то есть занятие санпросветработой. Раньше санпросветработа проводилась в виде лекций с пациентами, написание стен-газет, брошюр, бюллетеней. Сейчас же все это перешло в цифровой формат. Раз я считаю себя современным человеком, то и санпросветработа должна идти в ногу со временем. Мы должны идти в ногу со временем. Людям так удобно, сидя у своего компьютера, или держа в руках гаджет, получать эту необходимую информацию. Как темы рождаются для сюжетов? Отработав несколько дней на приеме, уже можно составить топ вопросов, которые задают наши разные пациенты, и уже мы понимаем, что их беспокоит, на что нужно ответить, что нужно рассказать дополнительно. Ну и вот так, собственно, появляется тема для очередного видеоролика. Ну и, безусловно, очень важный вопрос. Где в настоящее время и на каких условиях можно попасть на прием, на консультацию к врачу-ревматологу Наталье Юсуповой? Я веду свой прием в Центре ревматологии на Преображенской, 13. Напротив Космического музея нас легко найти. Записаться на прием можно по телефону нашей регистратуры. И в последнее время пациенты используют тоже сообщество ВКонтакте. Через сообщение я записываю самостоятельно. А, просто в личное сообщение вам можно написать? Я передаю информацию, запрос на прием своим регистраторам, и мы уже записываем. Телефон нашей регистратуры 775151, код города Кирова 8332. Спасибо, благодарю за эту интересную беседу Наталье Юсуповой, врач-ревматолог высшей категории. Удачи вам. Спасибо огромное. До свидания. До свидания. Крупный план.